всем привет дорогие друзья вы на канале катрин а это 3 серия the devil in me продолжаем интересно на чем она остановилась потому что я так и не посмотрела как она сохраняется каким образом то есть именно той сцене которая нас прямо была последняя на том моменте или может какие-то авто сохранения потому что в менюшке сохранения нет так сижу вспоминаю какие кнопки x слева без права а вот это у нас уже было а снизу ты чего о боже мой я я вот ты сучка я прикалываю сто лет себя поцеловать хочу просто сделать первый шаг зачем он это впихивает в игры там где нужно убивать людей прости прости это же не романтик ну давайте сарказм дрочишь тут втихую старый извращенец простите я что вам как-то помешал нет противостояния думали потянет ли сеть наше оборудование ага да если дом питается от генератора надо узнать его мощность мне плевать что вы делаете отчего бродишь я не могу найти номер и пиздец как хочу курить странные штуки на дверях это цифры они идут по порядку это удобно спасибо не помогло так минут десять и давайте потом вместе обсудим первую сцену у нас целый вечер может после ужина хочу отдохнуть после такой дороги хоть немного после ужина будем снимать у вас 10 минут ладно тогда скоро спустимся таки правым сосочком не забываем крутик не левым а правым я смотрел в синие сумки сигарет нет я их туда положил найди может кто-то из нас дальтоники не знает какая сумка синяя хрена себе он этот что закончили с тем нашим разговором круто упрямство противостояние струми романтика а блин какая романтика глаз удачной комнаты почему меня заставляют флиртовать если я не хочу не пей вот дурочка почему мне не предлагают решить за нее выпить или нет давай скорее бегу ну все ты была сразу понятно что это не владелец особняка куда это они только как этот маньяк их выследил может он тоже искал фанатов этого дела или может просто людей которые занимаются расследованием не нужны они такие беспечные очень чё с ногами а x by y а x by y это инсталляция какой-то из жертв или ловушка для нас ну я ищу а кейт просила передать сломай стены как найти выход из лабиринта тревоги вы что издеваетесь вдруг это поможет тебе справиться со стрессом и это не нужно какой еще стресс ну похоже что у меня стресс да ты психуешь но не отвечай а визитки хорошо вышли теснение гораздо солиднее смотрится любите вы старики визитки смысле профи старая школа я заказал поплотнее бумагу и логотип может открыть ящики своей визиткой надо было одну дать мистеру дюмэду он уже все убежал нашлись нет клянусь я точно сюда положила не понимаю господи поищи в другой а ты не искал поищи целеустремленность у кого у него или одежды и еще вот освободить помещение студия курс изменен эрин нашла извещение о выселении в сумке чарли да я оплатил аренду не с того счета чек вернули ерунда попозже еще раз оплачу все путем значит можно не беспокоиться беспокойся блин лучше моих сигарет их нет чарли нет смысле курение то плохо их что кто-то спер я я не знаю хотя кейт вполне могла бы или джимми мне жаль ладно есть другие дела да мы такие более уверены вот целеустремленность этот отель огромный неужели во всем отеле не завалялась ни одной сигареты так хочется курить в вестибюле был бар в баре должны быть сигареты так но технически в барах курить нельзя так что пошли проверим если найдешь первый я все прощу так мы играем за чарли осмотреть это запасная точно такая же мне идет а что такого так какие-то зацепки а визитная карточка где так рт уведомление об освобождении помещения то что мы только что смотрели они об этом разговаривали так прежде чем уйти мы тут все прочекаем крина себе он дышит дыхалка вообще не к черту блин знать что за зеркалом кто-то есть и не может с этим что-либо сделать такое ужасное чувство вроде все на потолке ничего нет мне страшно я не хочу чтобы мои персонажи умирали куда нам чё тут закрыта слушай ты мне сказал не волноваться но то уведомление и зациклилась что обычно хорошо но не в этот раз скажи ты ведь не стал бы скрывать что мы без работы останемся это телевидение здесь в любой момент можно остаться без работы да да уймись ты эрин серьезно я все уладил с каналом мы делаем последний эпизод и платят тебе они 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 я оставь эту тему все нормально эрин ясно так здесь получается план включается совета рекомендации по снижению тревожности окей чё брать не будем было бы неплохо чтобы мы подобрали эту книгу и нас сразу тревожность понизилась бежим вниз за сишками тут а чё тут блин уже выглядит так как будто что это грэгхэм дюмет архитектор он наверное ему проектировал вот это вот здание и отпустил только взамен на жертв ну мне так кажется чё на не забывать про монетки чё тут ну блин реально выглядит так как будто эти стены должен двигаться чё там чё там чё там чё тут чего-нибудь пригодишься блин если бы я еще в предыдущей серии пошла в домик то по ходу была дорожка в домик не дальше наверное там бы я чё нибудь еще нашла так она в эту сторону мы сюда мы в противоположную закрыта чё тут мистер морелла добрый вечер спасибо что разрешили связаться с вами напрямую ваш издатель сказал что вы хотели услышать мое предложение похоже у вас есть общие интересы я потратил несколько лет на создание идеального туристического места связанное с холмсом точности воссоздав отель всемирная выставка мы пока не поднимаем посетителей поскольку нужно заканчивать еще пару мелочей но я считаю что человек с вашими знаниями мог бы дать нам бесценную информацию перед официальным открытием приглашаю вас остановиться в отеле на выходные ага навсегда предложение распространяется на группу из пяти гостей так что вы можете взять с собой четырех друзей или членов семьи я вынужден настаивать на том чтобы это было приглашение чтобы это приглашение оставалось в тайне до публичного открытия отеля поэтому зовите только тех людей которым доверяете надеюсь что вы сможете принять мое приглашение пожалуйста ответьте чтобы подтвердить свой визит и укажите четырех гостей которых хотели бы взять если вы согласитесь лимузин заберет вас и ваших спутников в 7 вечером эту пятницу под железнодорожным мостом на углу уоллес авеню и 63 улицы так чикаго с уважением град грантем дюмет так это получается уже другие люди тоже 5 или 4 как и нас в принципе ой а я я же не перевернула и не перевернула привет грантем спасибо я с радостью приеду думаю моей жена и две дочери присоединятся ко мне да и мой брат фрэнсис сейчас тоже в городе так что он будет пятым я готов им жизнь доверить так что конфиденциальности можете не беспокоиться больше никто не вернулся в чикаго какая жесть секретики так секретики у нас получается отмечаются всякими анатомическими штучками эй чарли можно мне в новом сезоне больше заниматься звуковым оформлением чем-то творческим эрин ты уже и так делаешь для нашей компании много полезного что таскаю твои сумки и хожу в химчистку именно чтобы добиться успеха на тв надо пахать и браться за любую работу я я думаю тебе нужен помощник помощник просто дурацкая идея чарли я не помощник личный ассистент ну да а я бы помогала с монтажом не понял с монтажом со звуком я тут подумала у тебя такой богатый опыт ты столько всего знаешь поэтому ты мог бы многому меня научить да тут я согласен и помощник наверняка не потерял бы мои сигареты именно чита старая чемоданы еще хочешь стать режиссером чарли я уже режиссер я про настоящие фильмы со звездами и с большим бюджетом эрин ты должна понять кое-что в работе которую мы делаем очень серьезно работе важны не звезды важна правда а ясно прости чарли значит фильмы не хочешь снимать может сменим тему предыдущие ребята продержали здесь получается 6 дней сколько продержимся мы так 0 5 10 18 эти побольше чем все по-разному мы же можем визитка открыть стоп визитка визитка а как-то она будет клацать ну вроде открыли нет а как как это сделать нет давайте сначала сюда до конца а все я поняла все высвечивается в определенный момент рты так на один секрет мистер гектор мюндей спасибо что выбрали сумречную прерию новым местом жительства вашей матери люсинди у нас очень комфортно мы приглашаем вас навещать ее как можно чаще надеемся снова видеть вас в ближайшее время может быть наш главный злодей это мистер гектор мюндей потому что здесь написано про маму а он кому-то приходил какой-то пожилой женщине и она ему говорила шляешься да не заходишь так ну все вроде я все осмотрела картинок никаких нет куда нам надо а сюда вот нет а он дверь так темно ничего не понятно о может мистер дюмет у себя в офисе он точно знает про сигареты походу сейчас скоро начнется уже так нам скорее всего в кабинет ничего тут нет ладно тут закрыто кто бы сомневался двери можно открыть с помощью ключей откройте бар узнайте что за шум я нашел ключ и если бы это был джекпот так все спокойно прям аж не верится очень начнется какой-нибудь замес может я в сувенирном магазине посмотрю у меня уже был сегодня приступ асмы так что мне лучше не возиться в пыли сувенирном продают сигареты наверняка период так x слева без права а снизу кто-то о будущее рука застряла застряла рука значит никуда руки не суем никуда руки не суем мне кажется если из кооперироваться можно этого маньяка с легкостью победить просто ты же не знаешь что тут за комнаты всякие разные доброе утро я честер был заместитель директора федерального бюро расследования примерно в 5 30 по местному времени группа под руководством спецагента гектора мюнде при поддержке сотрудников полиции провела рейд в номере мотеля недалеко от бирмингема штат алабама с целью поимки мэйни шермана также известного как зверь из арканзаса благодаря новым методом психологического профилирования спецагент мюнде и члены оперативной группы установили личность подозреваемого и с абсолютной точностью предсказали его передвижение рады сообщить мы его взяли и походу упустили наверное это тоже про маньяка говорится не знаете что настройки нужно ярко сделать да потому что блин я вообще что-то очень плохо вижу и я боюсь что когда начнется передвижение быстро и будет дело плохо так мисс келли шреддер я хотел бы еще раз поблагодарить вас за невероятную работу которую вы и ваши коллеги проделали в отеле при ней мои искренние соболезнования несчастный случай постигши бригаду на озере настоящая трагедия с чувств я чувствую этом свою вину когда них память я последние несколько месяцев носил завершающие стрихи в облик отеля теперь с гордостью могу сказать что мы практически готовы к открытию в качестве искренней благодарности я хотела пригласить вас и ваших коллег присоединиться ко мне на торжественной церемонии открытия в пятницу смею заверить что будет незабываемый вечер с тематическими развлечениями и мужским квартетом уверен побывав у нас вы убедитесь что ваши усилия не были напрасными ну походу все кто ему помогал с постройкой дома он сделал так якобы они все якобы они все тут случайно поумирали блин надо было я не поняла что сигарета конечно ему надо мелочь черт так мы же монетки находили или они не считаются всего дальше еще монету ого механический обалдеть пачку сигарет пожалуйста мне сигареты пожалуйста слышишь а у я курить хочу глупо было надеяться ну и ладно спасибо робот бармен конечно сэр как скажете да ладно мелочи случайно не найдется похоже не глюкает хлопает совсем темно будем взламывать кассу хочу сюда нельзя ладно был распал оу потом я угощу честно лучше не надо кулаком кулаком для счастья нужно совсем немного пачку а че в кармане че я не так сделала куда она была навести что нет нет не надо сегодня и так херовый день и ты делаешь его еще хуже надеюсь это никак не повлияет слава тебе господи он сказал слава тебе господи он сказал о нет начинается что нам же просто надо наводить правильно на цель надо наводить правильно на цель и все а ты и ну все да я сейчас хожу за механиком и уж тогда мы тебя расхерачим эй чарли да я еще в баре нам надо всех собрать и пора идти на ужин ладно иду а к тебе я еще вернусь только лом захвачу Блин, а с другой стороны, если б я ударила по этим сигаретам, могла бы руку себе разбить. Суки-чек, родиоц. Так, Марк грустный какой-то немного. Да, если мы сейчас все сделаем, может, Чарли перестанет все за мной переснимать? Да, хе-хе. Окей, ладно. Что? Ничего. Одну секунду, и можем идти. То есть ты из-за ничего такой несчастный? Ну да, он мне грустным показался. Сто раз уже объектив протер. Я готовлю тех. И все. Да. Ты вечно тонешь в молочах, Марк. Как насчет рискнуть и просто с... Я помню, как ты маялся целую неделю, а потом отказался от новой работы за одной лишней пересадки на метро. Она мне не подошла. Даже без пересадок. Ерунда. Кому ты врешь? Можешь не верить. Давай займемся съемкой. Давай сами съесть... Марк был искренен, когда отвечал Кейт. Все нормально. Тестаным светом. Вестибиль нам подойдет? Вроде должен. Хочу выглядеть нормально. Тебе любой свет идет. Не бойся. Пытаешься подмазаться? Да. Работает? Немножко. Хоть так. Марк, почему все уверены, что я тебя бросила? Если бы Джейми узнала правду, отвалила бы. Постой. Я тут ни при чем. Не знаю, это мило или эгоистично. Или как. Что со зрачками? Скоро золотой час. Надо найти хорошее место. Не понимаю, откуда такое название? От силы минут пятнадцать. Да, но нет. С правильным рефлектором. Пятнадцать минут. Максимум. Нормально, все нормально. Так. Плохого пока не вижу. Давай найдем место и начнем уже. Спасибо за помощь. Ты меня просишь, потому что руки коротковаты для селфи. Нормальные у меня руки. Сейчас подождите. На балконе будет неплохой ракурс. Поищем, как туда попасть. Погоди. Спустите камеру Марка, чтобы найти удачные ракурсы. РТ, чтобы сделать фотографию. Я там сплю и храню вещи. Аренда на короткий срок, чтобы спокойно искать что-то еще. Что ж. Разумно. Ты сказала мне съехать? Вот я съехал. Это был комплимент. Да я так. Так, подожди, женщина. Я боялась, что ты будешь спать на диване в студии и потратишь полжизни, пока найдешь идеальное место с правильными обоями на нужном расстоянии от остановки. Думаю, эту тему нам тоже стоит добавить в список запрещенных. Так, че тут? Да. Так, тут тоже закрыто. Тут. А нам сюда надо? Стой, погоди. Эй, стоять. Я свет ищу. Помнишь разговор о границах? В мою комнату можно входить только мне. Обычно я благодарен психологу, но иногда он дает идиотские советы. Че? Я думала, мы зайдем. Тогда нам точно сюда. Что-то завалено все. Там что-то есть. Ну да, похоже на какую-то старую больницу. Давайте сфоткаем. Можно вот сюда вот повернуться. Ага. Еще бы знать, как правильно фотографировать. Ну, блин, а че оно там все такое размытое? Ладно. Так. Монеток ничего нет. Я следил. Блин. Черт. Я чуть не обосрался. Я тоже. По-моему, Дюма это из тех, у кого крышу сносит, если что-то не так, как им хочется. Да? Как догадалась. Потому что нас оставили без смартфонов? А. Похоже, мы тут не одни. Готовятся уже убивать. Больше никого не будет? Еще за брата такой. Пошел. Так. Че тут? Дерзкий. Зачем имущество портить? Так. А тут что? Что такое зло? А. Был ли он дьяволом? Вся правда о первом серийном убийце Америки. Джозеф Морелло. Сначала работая над первой книгой, в 2002 году Джозеф Морелло увлекался расследованием дел серийных убийц. И главная загадка для него стал ГГ Холмс. В новой книге Морелло анализирует свои исследования и статьи за 15 лет, отделяя факты от вымысла, чтобы рассказать правду об историческом деле первого серийного убийцы Америки. Был ли он дьяволом? Книга понравится всем поклонникам Турчества Морелло. Журнал Настоящие убийцы. Глубокий анализ ваших худших кошмаров. Едемичный журнал. Ревью. Это вас должно навести на ту мысль, что человек, который здесь находится, он тоже этим всем увлекается. Так, потому что ничего не появилось? Нет. Столько писем находим, столько всего. Ну, это все очень подозрительно, все странно, некомфортно. Посмотреть. Да. Ага, монопад. Берем. Получается, дед у нас может открывать Х. Открывать карточкой ящики. А этот может, если что-то высоко. Рождение смерти. Браки. 10 июня мистер и миссис Роберт Холл из Сильвер Сприн объявили о рождении дочери Мэрилин в больнице Уайт Вок. 10 июня Элейн и Стивен Райт из Норд Парк объявили о рождении сына Морриса в больнице Уайт Вок. 11 июня от имени своей дочери Люсинды Мюндей, гордый дедушка и бабушка Джордж и Иран Мюндей из Сильвер Сприн объявили о рождении внука Гектора Вейлана в больнице Уайт Вок. Для чего нам эта информация? Правильно, положи на пол. Положи на пол. Ты посмотри на эти обои. Капец они старые. В этом доме все капец старое. Какую-нибудь ловушку залезть и случайно. Я думала он старый только снаружи, а внутри все современное. Похоже, Джумэт любит старину. Трудно тут все сохранить. Я тоже люблю антиквариат, но во всем должна быть какая-то... Мэнни Шерман родился 1 января 56-го года. Да ладно, вы это знаете. Чего вам надо? Что это? Вижу, вы тщательно подошли к делу, агент Мюнтей. Любимые телевизионные программы. Первое домашнее животное? С кем вы дружили в детстве? Что за чушь? Это допрос или вы что-то разнюхиваете? Так сложно спросить прямо. Хотите знать, что меня вдохновило? Я был недостаточно оригинален? Герзкий вы пой. Хотя, пожалуй, был один человек, который вызвал у меня интерес. Генри Говард Холмс. Почему? Да потому что он был первым, первым в Америке, основоположником ремесла. Он установил стандарт, понимаете? Учите историю, Мюнтей. Книжки почитайте. Вы думаете, раз мне нравится тыкать в людей ножом, я идиот? Нет. Ты маньяк-убийца. Предположительно, убил тринадцать человек, прежде чем вам хватило ума найти меня. А может быть, это подражатель вот этого вот убийцы? Гнить же все будет. Гнить? Точно! Что? Я все не мог понять, чем здесь так странно пахнет. Теперь понял разложением. Или, может быть, мы же находили в книжке... Дом старый. На пляже может быть мертвая рыба, животное в лесу, что угодно. В любом случае, она давно сдохла. Все, договорили? Мы находили в книге имена младенцев. Может быть, вот этот вот маньяк у следователя узнал про его семью. И про тех, кто занимался тоже расследованием его дела. И потом их сюда выманил в дом. И здесь он скрывается. Пока что немножечко все запутано. Ладно, ребятки, давайте на этом остановимся. Надеюсь, вам понравилось. Все плейлисты находятся в описании к видео. А пока на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик и комментируйте. Всем до встречи в следующем видео.